Какие дела об административных правонарушениях рассматриваются ювенальными судами? 435-й кодекс об административных правонарушениях — это хулиганство, совершенное несовершеннолетним ребенком в возрасте от 14 до 16 лет. Здесь предусматривается штраф на родителей или лиц, их заменяющих в размере семи месячных расчетных показателей. Также предусматривается административная ответственность за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах самими несовершеннолетних. Здесь предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на родителей или лиц, их заменищающих. Также дети могут нанести, уже несовершеннолетние несут ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб. В данной ситуации предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа на родителей или лиц, их замещающих в размере 15-месячных расчетных показателей. Также предусматривается административная ответственность за постотечество распития алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигшие 18 лет, а равно распитие ими алкогольных напитков, влекут штраф на родителей в размере 5-месячных расчетных показателей. Хотелось бы отметить, что предусматривается административная ответственность в отношении родителей, которая ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию и образованию своих детей, а также защите их интересов. К примеру, очень часто бывают такие случаи, когда несовершеннолетние дети, находясь во дворе дома, между собой конфликтуют. В данной правовой ситуации один из детей может получить телесные повреждения. Когда получают телесные повреждения, родители могут примириться на месте со своими обидчиками, то есть обидчиками своих детей, либо, если они не приходят к такому миру, зачастую в стороны обращаются органы полиции. В данной ситуации возбуждается протокол об административном правонарушении в отношении детей, которые достигли 16 лет. То есть здесь могут быть привлечены по статье за хулиганство, либо в случае причинения легкого вреда здоровья по статье 73 прим. 1. Между тем, в отношении детей, которые не достигли 16-летнего возраста, дело об административном правонарушении не возбуждается. Они не привлекаются к административной ответственности. Дети, не достигшие 16 лет, не привлекаются к административной ответственности. Однако факт обращения является поводом для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 127 Кодекса об административном правонарушении. Санкция, которая предусматривает административный арест. Какие гражданские дела подсудны ювенальным судам? Специализированные международные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения родителя с ребенком и отобрания ребенка, находящегося у других лиц. Об определении места жительства ребенка при выезде ребенка с одним из родителей за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. О лишении, ограничении и восстановлении родительских прав. Об усыновлении, удочерении ребенка и его отмене. О направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации образования с особым режимом содержания. По спорам, возникающим из опеки и попечительства патроната над несовершеннолетними детьми, об установлении отцовства несовершеннолетнего и взыскании с него алиментов. По заявлениям об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет право самостоятельно распоряжаться своими доходами, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, эмансипация, об установлении отцовства и взыскании алиментов в процентном соотношении или твердой денежной сумме на содержание ребенка, об уменьшении размера алиментов по защите трудовых, жилищных прав несовершеннолетних, о возмещении размера вреда, причиненного совместно несовершеннолетним и совершеннолетним, в том числе с участием недееспособных или ограниченно недееспособных совершеннолетних. По ходатайству законных представителей совершеннолетнего лица, дела, отнесенные к подсудности специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, могут рассматриваться по ходатайству районными и городскими судами по месту жительства нахождения ребенка, за исключением дел, которые подсудны районным городским судам, находящихся в пределах городов республиканского значения, столицы и областных центров. Отдатайство о передаче дела по подсудности возможно до окончания подготовки дела к судебному разбирательству. С какого возраста привлекаются к административной ответственности лица, не достигшие совершеннолетия? К административной ответственности привлекаются дети, достигшие 16-летнего возраста. То есть детьми мы считаем до наступления 18-летия, то есть совершеннолетия. В этой связи лица, достигшие 16 лет, они отвечают за свои поступки перед законом. Соответственно, по административному кодексу об административном правдушии и уголовного кодекса республики Казахстан. По некоторым видам уголовных преступлений ответственность наступает с 14 лет. Какие меры профилактики правонарушений предусматриваются среди несовершеннолетних? Мерами профилактики правонарушений безнадзорности и безпризорности среди несовершеннолетних являются профилактическая беседа, представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Профилактический учет и контроль направления в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания. Меры воспитательного воздействия, защитное предписание, административное взыскание. Меры, принимаемые по приговору суда, медико-социальный учет. Как вы знаете, сейчас во каждом районе в сельской местности созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Данные комиссии могут создаваться в районах, в отдаленных поселках и селах. Именно комиссиям по делам несовершеннолетних возложена обязанность по профилактике правонарушений. Очень часто бывают случаи, когда дети из неблагополучных семей, не получивших надлежащего воспитания, либо образования совершают правонарушение. Данные лица всегда ставятся на контроль комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних берет на учет таких детей и такие семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. С ними проводится профилактическая беседа органами опеки и попечистей отделов образования в районах, городах. В случае, если родители и законные представители детей несовершеннолетних не реагируют на данные профилактические беседы, в отношениях к них принимаются меры по направлению документов в суды по ограничению родительских прав. Как осуществляется профилактический учет и контроль в отношении несовершеннолетних? На профилактический учет ставятся несовершеннолетние, в отношении которых вынесено защитное предписание, в отношении которых принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к их поведению. Совершение деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с арестом, условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, условно-осужденные к привлечению к общественным работам, осужденные к исправительным работам, иным видам наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также выпускники специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания. На профилактический учет ставятся родители, законные представители несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение. Профилактический учет ведется органами внутренних дел. В случае вынесения судебных актов, данный судебный акт также направляется в правоохранительные органы для соответствующего реагирования и постановки на профилактический учет. Какие последствия для законных представителей влекут ограничения родительских прав? Органы опеки и попечительства отделов образования городов и районов являются инициаторами подачи иска в целях защиты интересов прав несовершеннолетних детей. Такие иски предъявляются к законным представителям, к родителям несовершеннолетних, которые ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию, образованию и защите интересов прав своих несовершеннолетних детей. При поступлении данных исков судом назначаются судебные заседания, выясняются основания, послужившие для подачи иска. Опрашиваются непосредственно в судебном заседании законные представители, родители и несовершеннолетние дети, которые достигли 10-летнего возраста. Опрос проводят несовершеннолетних детей в судах с обязательным участием классных руководителей, воспитателей, а также инспекторам-психологам регионального суда. В судебном заседании устанавливается, какие обстоятельства имели место быть до момента обращения. То есть зачастую это бывает, в чем выражается неисполнение родительских обязанностей. Зачастую родители злоупотребляют алкоголем, стоят на учете у нарколога, либо привлекались к уголовной, либо к административной ответственности. Данное поведение законных представителей и родителей привлекает пагубное влияние на воспитание и моральный облик ребенка. В этой связи с учетом этих обстоятельств, в соответствии с кодексом о браке и семье, выносят решение об ограничении родительских правах данных законных представителей, либо родителей по отношению несовершеннолетних детей. Между тем, с законом четко предусматривается, что любой законный представитель, а также родитель, имеет право в течение шести месяцев с момента ограничения родительских правах обратиться в суд с иском об отмене ограничения родительских правах. При этом он обязан представить все доказательства о исправлении своего виновного поведения. Суд при поступлении данного иска рассматривает его с обязательным участием органов опеки и психолога. Выясняются те обстоятельства, которые могут послужить основанием для отмены ограничений. Такие случаи у нас на сегодняшний день имеются. Родители, которые были ограничены в родительских правах, были отменены в отношении них эти ограничения. При отмене ограничений в родительских правах ребенок возвращается на воспитание к родителям. В тот период, когда родители были ограничены в родительских правах, ребенок передается под опеку в органы опеки и попечиться отдела образования. Субтитры создавал DimaTorzok